Где эта самая граница между тем, когда я могу всё послать, и между тем, когда я могу протянуть руку? И вот тут очень интересно. Я всё продолжаю тему про ту самую женскую выгоду, конечно. Потому что женщина, она должна научиться вообще различать. Вот сейчас я начну говорить то, что многие женщины, особенно которые находятся в нарцизном, ядрёном ядре, конечно, очень сложно. Ну как это? Это сложно понять. Это очень сложно принять. Так вот, женщина должна для себя понять, где её, а где не её. Где её царство, а где не её царство. И начинается всё с чего? Ну с семьи, конечно, всё начинается. То есть мы с вами говорим про женщину, которая вот имеет семью, имеет отношения, она вышла замуж, у неё есть дети, у её мужа есть родители, родственники, у неё есть родители и родственники. И вот тут начинается вопрос. А где её? Вот мы берём муж, дети, а родственники, а родители. И оказывается, что зрелая женщина, но та, которая уже смогла это понять. Это же сложно понять. Хочется же протестовать, хочется же не соглашаться, потому что это работы очень много. Понимает, что это всё её хозяйство. И тут вопрос, ну мало того, на себя-то времени не хватает. В туалет сходить некогда, душ принять некогда. Когда всё это делать так? А оказывается, что надо ещё. Надо ещё, потому что это вот её хозяйство. И оказывается, что все единицы этого удивительного хозяйства зависят от неё. Ну как это, ну как это возможно? Вот как такое возможно? Ведь это же невозможно, скажет женщина. Ну как я, я на себя время найти не могу. Этому то, этому сё. У меня тут дети, у меня тут постирать, тут приготовить, тут отвезти, тут привезти. Когда? А жизнь говорит, тогда. Я помню, моя бабушка Оля, она у меня финка, и она воспитывала, то есть она принимала очень активное участие в моём детстве, и всё моё детство я, конечно же, была в очень таком близком, в очень близком контакте с бабушкой, и она всегда говорила. На вопрос, как она говорила, как он кверху, а на вопрос, куда она говорила, на коло. И это означало, что всегда будет куда идти, всегда придётся думать, как это делать, и всегда придётся вообще думать не только о себе, если ты женщина. Вот такая вот фундаментальная, антинарцизмная, крайне неприятная, правда. Но при одном условии ты можешь это делать. Ты можешь это делать при одном условии, если ты понимаешь, что все эти люди – это ты. то есть ты расширяешься до такого объёма, что ты понимаешь, что все эти люди вокруг тебя, все твои мужья, все их мамы и папы, дети, родственники – это ты. И вот ты можешь увидеть себя злую, и можешь обидеться и бросить тебя. А можешь увидеть себя злую и ей улыбнуться. И она твоя, ты злая, тебе тоже улыбнётся. А ведь это же сложно сделать, вот это вот взять и улыбнуться. Потому что нарцизное ядро – это та самая природно-первенственная лучшесть и говорит, да почему я вообще должна тут прогибаться? Да почему я должна вообще этой пи-пи улыбаться? Она мне улыбается? Она мне слово доброе говорит ответ психоаналитика по кочану. Вот если мы находимся в психоаналитическом дискурсе, то по кочану. А это означает, что у нас у всех есть людей, психическая реальность, мои хорошие, про которые все уши прожужжали мы с нашим дорогим Виктором Ивановичем. Все уши вообще прожужжали про психическую реальность. Конечно, про это хочется порой забыть, но, конечно, нарцизное ядро предлагает уважаемые друзья, давайте с вами забудем про нарцизные штучки и про психическую реальность и сделаем с вами просто один вывод. Существует только это пространство и вообще никакой психической реальности нет, как таковой существует только это то, чего хочу я. Но когда мы с вами находимся в принципе реальности, а это очень важно знать, вообще ни один уважающий себя доктор не имеет права или психоаналитик, психотерапевт не имеет права выходить из принципа реальности. То есть находиться в принципе реальности это значит, что основываться на строении психической реальности. Основываться. то есть когда ты работаешь с психикой человека, то ты работаешь с психикой человека, а не с фантазиями, не с представлениями, не с элементами, которые выбиваются из психической реальности. Ты находишься в психической реальности и ты работаешь с этим. Но работая с этим ты живешь в этом. Так психическая реальность говорит о том, что у нас у всех абсолютно людей существуют внутренние объекты. И эти внутренние объекты являются их семь штук основных. Понятно, что может быть больше, но с семерыми бы вообще разобраться бы. Вот многие говорят там человечества. Человечество. Какое-то человечество. Вот человечество видят этот мир вот так. Человечество, никакого человечества не существует. Существует отдельно взятое человеческое Человеческое поведение отдельно взятого человека. Существуют отдельные отношения отдельных людей, конкретных людей, конкретных в конкретных отношениях. И поэтому разобраться бы вообще с этими объектами, которых 7 штук, вы 7, то есть итого 6, 6 внутренних объектов. Вся жизнь строится на отношениях, ваша жизнь строится на отношениях с теми внутренними объектами, которые живут в вас. А значит, как следствие, это будет то, что вокруг вас, снаружи. Всего 6 человек достаточно для того, чтобы определить свою жизнь, сделать ее счастливой или несчастливой. На самом деле, достаточно бывает и одного человека для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой или не очень. Но мы люди, и вот 6 человек. 6 человек. И вот поэтому мы берем с вами и вот это все окружение, вот эту вот кучу людей, мы с вами организованно формируем в тот самый круг внутренних объектов. То есть, все, что внутри, то снаружи. И все эти люди, которые окружают вас, это и есть результат взаимоотношений внутренних объектов, вашей психической реальности. Нет ни одного человека, который бы хотел, планировал. Вот он сидит и планирует, как вас уничтожить. Есть человек, который, может быть, вас боится. Есть человек, который вас стесняется. А может быть, есть человек, который очень хочет с вами дружить, но не может это предложить по каким-то своим очень странным причинам. Мы даже в них не будем вообще копаться. Ну, не может, то есть, он и хочет. Есть такой замечательный, Натя пишет, Докторесса. Ой, Натя, Докторесса и Дотуресса. Скажите мне еще раз. Я люблю, когда вы меня называете Докторесса. Очень. Есть такой замечательный группа клоунов, называется Лицидеи. Обожаю, обожаю. Вячеслав Полунин, я его фанат, конечно. Я была на всех его шоу, обожаю снежное шоу и вообще все это очень сильно обожаю. Гуд Мунин, Василиса. Гуд Мунин, Василиса. Это точно, Стивен, это точно. Я похожа на Василису. Кстати, Стивен, ты очень сейчас попадаешь в точку, потому что мою бабушку, мою прабабушку зовут Василиса. То есть моего дедушку, который у нас украинец, он родился в Украине. И всю жизнь я говорила и всю жизнь слышала этот чудесный язык. И у моего дедушки, его маму, то есть мою прабабушку зовут Василиса, а моего прадедушку зовут Алексей. Вот такие вот дела. Так что, не зная это, я знаю, что ты не знал про это, Стивен, ты про это говоришь. Абсолютно все складывается как надо. Я похожа, что сегодня на нее и похоже так и должно быть. Так вот, и вот этот момент мы сейчас будем с вами разбирать, мои хорошие. Потому что, когда ты это понимаешь, что вот это твое хозяйство, ну вот все, ты несешь за это ответственность. Ты никуда от этого уйти не можешь. Но нет у тебя в твоей психической реальности всего одного объекта. У тебя там их шесть человек. И с каждым нужно строить отношения. И женщина – это тот человек, благодаря которому, возможно, что отношения все скукожатся и уничтожатся, или возродятся. И все зависит от вас. Вот сейчас можно показывать свой гонор, а можно протянуть руку и улыбнуться. И непременно вам улыбнуться в ответ. Нет, непременно вы получите ответ и отклик. Непременно. Не бывает, ни разу не бывает такой истории, чтобы ответа не было. Он обязательно бывает. Он может быть не с первого раза. Вот вы предлагаете человеку чай, а человек отказывается. Вот надо предложить еще раз чай. Это может быть завтра или послезавтра. Приложить еще раз чай. А для этого нужно найти в себе силы для того, чтобы приложить и предложить этот чай. И вот выигрывает и побеждает та женщина, у которой хватает сил, хватает энергии и понимания. Хватает энергии и понимания для того, чтобы предложить чай. Это очень важно. Вот ничего нет важнее – предложить чай. И вы знаете, в принципе, сегодня мы можем с вами говорить о том, когда рушатся человеческие судьбы. Вот они рушатся, человеческие судьбы. Нам же нужно подойти с вами к теме. Так не бывает. И когда приходит человек на психотерапию и говорит про то, что разрушились отношения. Этот человек, например, был плохим. Вот женщина была хорошей, а вот человек был плохим. Неважно, кстати, какая национальность, какая страна. У меня очень много клиентов, пациентов и из России, и из других стран. И это люди, которые эмигрировали очень давно в другие страны. Это люди, которые эмигрировали недавно. Это люди, которые живут в своих странах. Они никуда не эмигрируют. И эта история, она одинаковая. Кстати, вот был вопрос, один был вопрос, влияет ли отношение со свекровью, влияет ли национальность, ваша национальная определённость или определение влияет ли? Нет, не влияет. Абсолютно не влияет. То есть здесь психическая реальность одна, её строение одно. Неважно, какой цвет кожи, неважно, где вы живёте и на каком языке говорите. Психическая реальность, её строение одно. Соответственно, у всех работают одни и те же архетипы. Соответственно, у всех есть очень схожее нарцизное ядро, системы психической защиты. Все очень схожи. То есть нет никакой разницы. Абсолютно никакой. И неважно, кстати говоря, даже вероисповедание. Абсолютно неважно. Когда ты находишься в рамках психоанализа, тебя прекрасно понимают и мусульмане, и христиане, и люди, которые относятся к православной церкви, и люди, которые относятся к католической церкви. То есть это абсолютно не имеет никакого отношения. Так вот, и вот этот момент понимания своего собственного хозяйства через призму того, что это и есть вы, является фундаментальным. Потому что женщина, которая говорит, что кто-то за неё делал её жизнь, кто-то её за неё ломал, кто-то в этой жизни виноват в её неудачах, отказывается брать ответственность за свою жизнь и отказывается принять тот факт, что так не бывает. Не бывает так. Не бывает так. Если что-то сломано, ищи, где ломала ты. Ну, как это вот сейчас можно мне сказать? Ольга, ну вы что такое говорите? Ну, где ломала, где ломала? Ну вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, видеозаписи. Видеозаписи последнего года. Бесконечный, 24 часа в сутки. Ну, где ломала? А он ломал. А Ольга, ваш психоаналитик, ответит. Так он, это вы. Вот так и ломали. Не своими руками. Если кто-то скажет, что этот человек повлиял на то, что вы недоучились, психоаналитик скажет, но так не бывает. Но так не бывает. Как кто-то мог повлиять на то, что вы недоучились? Это вы не своими руками повлияли на то, чтобы недоучиться. Следующий момент. Например, женщина рассказывает историю о том, что муж обещал купить ей автомобиль. А как-то так сложилось, как-то сложились обстоятельства, что-то все сложилось, сложилось. И в результате на этом автомобиле, на новом для нее, ездит почему-то его мама, с которой она в плохих отношениях, а она так осталась не в идею. Это сделала она не своими руками. Автомобиль свой, собственный, зачем-то отдала. И вот за всеми этими историями, которые по логике, которые в своей проявленности не могут существовать, все эти истории делает женщина. Женщина делает. И тогда встает вопрос. Это если... Это что же? Это что же? Это если все зависит от меня? Это если я прекращу говорить, что этот обидел, этот напал, этот еще что-то, а буду говорить про себя, что я сделаю для того, чтобы вот все это произошло. То есть возьму эту ответственность сегодня на себя. Ну, по крайней мере, ну, сделаю допущение, ну, втихушечку, ну, закройтесь, ну, чтобы никто не видел, даже выключите свет. Ну, возьмите это в допущение. Попробуйте. И что же выходит? Если это я, то следом идет следующий вопрос. Зачем? Зачем я это делаю? Ну, вот зачем я это делаю? Ну, зачем я не своими руками рушу свою судьбу, свою женственность, свою красоту, свое тело? Ну, можно же говорить, это не я, не я жру. Ну, это мое тело жрать хочет, не может остановиться, вы понимаете. Это уже не есть, а жрать называется. Вот как говорится, не в конях корм. Или, например, это не я, это вот этот человек, или, там, не знаю, там, моя, там, свекровь, или, там, мой свекор, или, там, кто еще, вот, мне не дают жить. Это не я. Но тогда мы в этом моменте, в этом моменте мы абсолютно теряем позицию, фундаментальную позицию того, что вся эта внутренняя и внешняя мизансцена находится внутри женщины. Ну, конечно, ответственности мамы не горюй, ее очень много приходится брать, приходится брать ее всегда, бесконечно, это будет без остановки, это очень большой труд, и это и есть женская судьба. Вот такая вот история. Ну, есть женская судьба. Нет вообще места ни для какого отдыха. Отдохнем потом. Знаете, есть тоже такие фразы. Где вообще отдохнем? Где выспимся? Где поспим? Где испытаем очень долгий, длительный релакс? Где никто мешать не будет? Это там, за переходом. А вот здесь будут всегда мешать, будут спрашивать, будут дергать за лямки, будут хотеть очень сильно все есть, пить, одеваться, будут расти у всех ножки, ручки, тела. Поэтому маечки, штанишки, кофточки будут малы. И вот это вот все время надо менять. И из двушечки делать трешечку, и из четырешечки делать дом. И вот заколебывать вообще всех, потому что женщина – это закон и залог эволюционного развития. Хоть ты что тут твори. Вот это вот все вообще, вот это все, сейчас я скажу очень важную вещь, что вот это все вообще для вас, уважаемые женщины. Ну, понятно, что есть у нас с вами понимание, что мужчина, конечно, очень сильно, очень сильно любит. Тот, кто его создал, этого дорогого мужчину. Это все понятно, конечно. Но вообще, если мы с вами, уважаемые женщины, поговорим еще более хитро, то мы понимаем, что… Но вот это все, вот вы сейчас сидите, вот посмотрите на свою мизанскую сцену, выйдите из комнаты, посмотрите на всех людей, кто вас окружает, это для вас. Вот это все создано для вас. Вообще для вас. Вот ваша свекровь, например, которая воспитывала вашего мужа, вот она даже… Представляете, вот каково это вдруг вам понять, что она всю свою жизнь это делала для вас. Вы представляете? И вообще вся ее жизнь посвящена вам. Это же какой-то ужас. Ну, это в голове просто уместиться не может. Это может уместиться только, если ты занимаешься психоанализом. Но эта уместность помогает тебе планировать дальше твою жизнь, потому что без планирования женщины… А что толку без планирования? Тут мы сейчас дальше поговорим с вами об этом. То есть вдруг приходит осознание, что эта женщина, которая воспитывала своего сына для вас, она тоже вообще живет для вас. И все делает для вас. И ваши дети для вас. И ваши проекты для вас. И ваши работники. Все для вас. Вы представляете? Вообще все это для вас. Вот это как? Это большой подарок? Это огромный подарок. Когда ты это понимаешь, что это целое хозяйство. Ну, представляете? Вот так раз, открыв глаза, вдруг увидите. А у тебя и дом, и дача, и муж, и дети, и его родители, и твои, и все взаимоотношения, и твои друзья, и клиенты, и пациенты. Все. Вот такое хозяйство. Открыв глаза. А у тебя целый завод. И он как-то там идет, как-то вот там все, что-то кипит, что-то все колышется, что-то все двигается. А ты делаешь вид, что ты вообще ни при чем. Что это вообще тебя не касается. И что-то они делают. И еще делают не так, как тебе нравится. И ты хочешь вот это все и думаешь, надо мне эту лавочку закрывать. Надо мне уходить. Нужно мне все это. Это что такое? Этот вообще вот так себя ведет. Этот вот так. Это вообще не мои люди, они мне не подходят. Вот эти вот вообще какие-то странные люди. Это что такое? Не может, ничего не может. Ведет себя, как я не знаю кто. Вот это что вообще? Это вот мои апартаменты. Да это вообще не мои апартаменты. Вот это вот машина. Да и... То есть женщина отказывается принимать, что это ее мини-завод, которым ей заниматься придется всю ее жизнь. И все отношения людей, которые участвуют в этом заводе, это она. И вот это все можно сделать и заниматься, если ты понимаешь, что это есть заниматься собой. Заниматься собой. Вот тебе говорят, женщина, займи собой. Сделай там себе масочку на лицо. Посети спа-салон. Выпей пару бутылочек просека, шампанского. Пару бутылочек. Встреться с подружками. Ну это что за занятие собой? Это вообще какое-то не занятие собой. Это как раз таки отказ заниматься собой. А вот если ты и масочку сделала, и пошла погладила мужа своего. Если ты себе бокальчик просека налила, и мужу своему приготовила вкусный чай. Вот тогда, да. Скажите, пожалуйста, если мужчина и женщина здоровы, беременность наступает, в чем психологическая причина? Ну вот Ксения отвечает. Но так же не бывает. У всех женщин есть матка. У всех женщин есть матка. Есть яичники. Есть трубы. Ну конечно, бывает такая ситуация. Некие оперативные вмешательства. Казусы. Такие, как выниматочные беременности. Результатом чего может быть? Необходимость жить с одной трубой. Но ведь это же есть. То есть место, где должен быть ребеночек, и вынашиваться, оно же есть. Следующий вопрос. Как может наступить беременность? Вообще, тема бесплодия невозможна. Вот так же, как невозможна тема артериальной гипертензии, мужчин до 50 лет. Невозможно. Невозможно. То есть, когда приходит мужчина и говорит, у меня артериальная гипертензия и мигрения. Нормальный, хороший доктор понимает, что это невозможно. Такого не бывает. Нечему у мужчины болеть. мигрени не может быть у мужчин. Это чисто женское вообще дело. Как у женщины есть матка, так и мигрени. У нее обязательно будут. У женщины мигрени. И артериальная гипертензия может быть у женщин до 50, но не у мужчин. То есть, сама постановка вопроса неправильная. Меняем предложение. Скажите, пожалуйста, если у мужчины и женщины здоровы, подходит, а беременность не наступает. Ответ. Что нужно сделать для того, чтобы не наступила беременность? Вот что нужно сделать, чтобы ваша беременность не наступила в вашей матке, в ваши яйцеклеточки, которые живут в яичниках, которые идут по вашим собственным вообще трубам, что такое должно случиться, чтобы не случалось встречи, не случалось облаготворение, не случалось прикрепление, закрепление эмбриона к стенкам матки. Вот что должно случиться? И вот ответы на эти вопросы вы должны знать. Вот тогда будет вопрос правильный. То есть, формулируем. Ольга, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, будучи здоровой женщиной, чтобы беременность не наступала? Ну, вы можете сейчас начать отвечать на эти вопросы, потому что ответов очень много. И найти свой ответ среди всех этих ответов. А вторым моментом нужно ответить на вопрос, а зачем вам это нужно? В чем сейчас эта важность, чтобы беременность не наступала? и не дай бог она случится? Ответы будут самые волшебные и очень пугательные, потому что об этом, ну, вы молчите. Вы никому про это никогда не говорите, и даже себе. И здесь, ну, наверное, таким центральным ответом должно быть понимание, что сделать вид, что вы вовсе не девочка, за этот счет можно. Потому что, ну, ладно, произошла эта самая символическая кастрация в 12 лет, в первую кровавую травму, когда девочка с наступлением первой менструации понимает, что она не мальчик, не мальчик, и им она никогда, этим мальчиком, не будет. Так вот, в этот же самый момент девочка, у нее есть нанежда, что, может быть, она найдет способ вообще доказать, что так-то она может быть и мальчиком, и так-то она вообще не согласна быть девочкой. И все эти муки родовые вот эти все переживать, переживать все эти изменения тела, которые наступают только у женщин, по которым вообще можно судить, какого пола человек по наличию же матки. Это то, чего нет у мужчин. У них все остальное есть. Это у женщин кое-чего нет. А у мужчин все есть, кроме матки. И вот наличие беременности, оно является символическим ответом на то, кто ты есть. И вот возможность оставить себе хотя бы надежду о том, что, может быть, я все-таки немножечко мальчик, является отказ беременности. Ну а что для этого сделать, вы уже знаете. Тем более вы отвечаете. Вы правы, спасибо. Да, да. И вы, и вы правы. Когда вы думаете о своей женской жизни, и когда вы отказывались беременеть, вы правы. Потому что это очень сложно. И признать то, что ты девочка, а не мальчик, сложно. Для каждой девочки в 12 лет – это травма. Первая кровавая травма. И девочка не может про это никому сказать. Она очень сильно страдает и мучается. Это не просто выводит из себя, это унижает. Это абсолютно нечестно, нерационально и незаслуженно. И у девочки возникают вопросы. А почему? А почему вот так бывает? Почему мальчикам больше везет? Почему у них есть больше на что-то шансов? А почему я не могу быть мальчиком? А почему мне достается всего лишь эта девичья роль? А чем я это заслужила? А за что мне вообще вот это? Вот каждый месяц поменструируй. Поноси в своем нательном белье, поноси эту кровь, эти прокладки каждый месяц на протяжении 35-40 лет. Поноси каждый месяц вот это все, да по несколько дней. Да попробуй попереживать. Вот эти качели эмоциональные, всякие качели будет очень сложно. Ни один мужчина не согласится. Мужчины в страшном сне видят, что они женщины. Если мужчина такое видит, то говорит, Ольга, ой, приснился страшный сон. Мне приснился страшный сон. Мне приснился страшный сон. О том, что я женщина. Конечно, это страшный сон. Это очень страшный сон. И никаких вот этих вот женственностей после 12-ти, никакого вот этого радостного принятия своей женской судьбы не существует. До 12-ти, да. Девочка может восприять это еще как игру. А вот после 12-ти, когда наступает травма, то приходится долго-долго это понимать и осознавать очень долго. И эти гормональные сбои, эти гормональные перепады, они сводят с ума. И все это надо выдержать. А потом начинается взрослая жизнь, которая очень непростая. И в этой жизни оказывается, что мало того, что у тебя каждый месяц такой, так еще и полна кадушка людей, взаимоотношений, которые нужно строить, от тебя на все это не хватает, а надо, чтобы хватало. И как вот здесь вот жить, и никто не говорит про какое-то... Нет, все говорят про какое-то женское счастье. А где оно счастье-то? Где оно счастье? Я вечно уставшая, я вечно заколебанная. И тут наступает ответ. Он приходит с опытом, он приходит не сразу. Что еще и счастье мы делаем, и настроение мы делаем сами. А для этого нужно улыбнуться, и заставить себя улыбаться, и заставить себя делать это настроение. Ну это что вообще такое? А что оно само не может прийти? Это счастье. Это счастье, что нельзя, чтобы оно вот было, а я в него раз нырнула, как вот в эти красивые молочные воды, и вот радостные. А вот оказывается нельзя. Вот все делает женщина. Свою внешность прямо сейчас. Своё настроение прямо сейчас. Свою улыбку прямо сейчас. И мир ей отвечает тем же. Конечно, это исследование крайне неприятно. Но, конечно, хочется поискать свою нарциссную доминанту. Хочется поискать тот самый фаллический символ в наличии. Хочется хотя бы немножечко понадеяться на то, что, ну вот кто-то о вас думает. А вот никто не думает. Все думают только о себе, и женщина — это единственный человек, который может подумать о вас и о самой себе. И вот все, что зачастую женщина требует от своих окружающих людей, которые, по ее мнению, ей чего-то должны и недополучают, и обижаются, приводит к огромной жизненной трагедии. Мои хорошие, дайте знать, насколько вам интересно на сегодняшний момент, вот до этой поры, можно поставить плюсики, сердечки. Натя, сердечки ваши обожаю. Дайте знать, у нас встречи с вами кулуарные, как всегда. Мы имеем же право на какой-то диалог. Дайте, пожалуйста, символов и знаков, как вам наш сегодняшний дискурс, тема. Вижу, спасибо большое, вижу. Сердечки вот эти вот, конечно, инстаграмные, невероятно прекрасные, чудесные сердечки. Так вот, начали мы с вами сегодня с темы мира. Вот этот самый мир надо построить внутри самого себя. У нас с вами, знаете, как будет возможность идти во все виды дискурсов. Но пока ты не построишь мир внутри себя, все остальные места будут закрыты. А для этого давайте с вами увидим, просто вот по-человечески рассмотрим, что есть люди, с которыми у вас отношения не очень. И если с сегодняшнего дня вы возьмете ответственность за эти отношения, вы и протянете тюрку, проведете эксперимент. Вот после сегодняшнего эфира вот у вас плохие отношения с каким-то человеком. Даже если у вас, как у железного дровосека, помните, все, кол встало, то есть ничего не движется, никакие суставы не движутся, неподвижны, заживали. И вот маслицем немножечко вот так вот капнуть, вот этим вот, вот масло тоже интересно, вот масло может Аннушка разлить, я вам про это говорила, Аннушка масло разливает, а может капнуть на заржавевшие части тела железного дровосека. Что тут масло, что тут масло. Но использовать его надо. Это как яд у гадюки, у змеюки. Использовать надо. Обязательно. Надо использовать яд. Он для того и даден. Если яд не использовать, то змея, вот что ей делать, этой змее? Как жить-то? Надо использовать. И масло надо использовать. Обязательно. Непременно. И вот даже если у вас есть ощущение, что тело ваше все заржавело, капнуть этого маслица, и вот руку свою, которая заржавела, в обидах, в чем-то еще, протянуть и головочку вот этого человека погладить или чайку предложить. Проведите эксперимент, и вы увидите эффект прямо вот сейчас. То есть вдруг вы встретитесь с глазами, и произойдет маленький коннект с вашим хозяйством. С вашим хозяйством. То есть вы же не можете так жить, что у вас часть вашего хозяйства что попало делает, а вот надо проявить к этому внимание. И вот пряничком надо угостить хозяйство ваше. Понимаете? Вот это все обида на задний план убрать, и вот пряничком угостить. И вы увидите эффект. И это то, что называется женским милосердием. Мои хорошие, я провожу прямые эфиры. Все время забываю сказать, что, во-первых, очень скоро выйдет сайт. Он уже готов. Сайт как конфеточка, как карамелечка. Красивый не могу. Невероятно красивый сайт. И на этом сайте можно будет увидеть вообще все наши продукты. В частности, курсы, которые вы знаете очень классные. И вот есть один курс, который совсем новый, никто не видел. Вызывается «Женщина», у которой есть секретный план. И вот скоро он у нас выйдет в продажу. Ну, мы берем еще май, и вот в начале июня, ой, там вообще там красота, там кино, там кино. Выйдет этот курс. Это я так тонко намекаю о том, что курс женщин, у которой есть секретный план. Он состоит из 16 уроков. Скоро будет у вас. То есть, это психотерапия в кармане. Это психотерапия в кармане. То есть, там, такие есть секреты, о которых даже в прямых эфирах говорить нельзя. Нельзя про них говорить в прямых эфирах. но ютуб и инстаграм это не выдержит. Сразу будут ругать, скажут, что что это вы тут вообще, это вы про что говорите. Такие вещи нужно отдельно, очень отдельно. Там про женщину, про все ее хитрости, про все ее необходимости, про очень хитрые тонкие шаги. Такие женские, очень хорошие, очень правильные, такие настоящие, знаете, без суеты, без вот этих вот шариков, фонариков. Такие настоящие женские вещи. Так что, как только все будет готово, я оповещу вас, мои хорошие. Я надеюсь, что сегодняшний эфир вам понравился. Говорить о женском милосердии женщина обязана и должна рушить все на своем пути. И, знаете, это легко достать этот самый меч из-под юбки. А вот научиться хозяйство свое беречь это тяжелее. Предлагаю жизнь познавать через нелегкие пути. Благодарю доктора Оленького совершенно необыкновенно люблю вас слушать. Спасибо вам огромное, Ярославна. Спасибо. Низкий поклон. Поэтому мой хороший мир внутри своей психической реальности. давайте налаживать. Давайте брать ответственность за хозяйство за свое. А то вы оглянитесь, у вас заводы стоят несмотренные, ножки нехоженные, ручки недеятельные, все увидают, паутины, непочатый край. Про дерматиты немножко скажите, пожалуйста. быстренько скажу. Дерматиты. все кожные заболевания это измены. Если ваши дерматиты или ваших детей, дети это вы. Дерматиты, псориазы это измены сексуального, конечно же, характера. Либо вы изменяете, либо изменяют маму. То есть есть нечистоты в отношениях интимных, в отношениях пары. Дерматиты возникают всегда, когда есть измены. у детей возникают дерматиты, потому что они берут на себя эту ответственность, к сожалению, очень неосознанных родителей. Родители кто-то, папка или мамка погуливает. Вы такая красивая. Спасибо вам большое. Я думаю, что я копия вы. Да что, мои хорошие, 4 минуты осталось, нам бы с вами не прозевать этот момент, если нет отношений. Такого не бывает. Яна, такого не бывает. Есть отношения с кем-то есть. Они и есть. Или погуливали. Вопрос не решили. Нет, такого не бывает. Как понять, дерматиты и нет отношений. Как это нет отношений? 6 человек, 6 человек в психической реальности. Вы 7-й. Я про это же весь час говорила. У вас завод. Повернитесь, обернитесь, вы увидите ваш завод. Там столько отношений. Вот там живут дерматиты. Кто-то погуливает. Мои хорошие, надо успеть мне завершить а то есть шанс потерять. Уже были такие эксперименты. На этой неделе я проведу еще и еще и еще. Целую вас, обнимаю и желаю вам мира. Мира в вашей психической реальности. А потом будет все и вокруг. Начать надо с себя. Обожаю. Знаете, обожаю вас. Целую. Очень люблю. До встречи, мои хорошие. Пока-пока.